Всем привет! Сегодня у нас будет уровень вновь из серии Battles и посвящен он у нас скорее всего Хэллоуин, который будет буквально в среду. Мы сейчас посмотрим, но я думаю, что особенно бонусные уровни проходят как раз в преддверии Хэллоуина под этим же знаком. И в принципе это не стало исключением, я вижу по костюму. Костюмы не поменялись, есть и такой как мини-босс, который по виду Франкенштейн. Но в общем-то тот же самый, а противник и лишь у него костюм немного другой. У нас уже дается тыква, хотя она на поле есть и вообще мне это растение не сильно вызывает какие-то положительные эмоции, потому что приходится работать как пианист, особенно если вы используете планшет. В общем все тач-устройства и когда зомби подходят, надо всеми пальцами нажимать на эти тыквы, чтобы они не загорались, иначе растение это работать не будет. Поэтому вы отвлекаетесь. А когда уровень интенсивный, вполне вероятно, что вы можете не заметить какого-то зомби, он спокойно скушает эту тыкву и пойдет дальше. Поэтому это не совсем вариант. Но игра любезно нам дала это решение, то есть как намекая, что без этого средства вы не обойдетесь. Возможно так оно и есть, потому что у нас будут дуть арктические ветра. Ряд тыкв уже заморожены, хотя непонятно, вроде бы как тыква это разогревает. Разогревает и, ну да, если не пользоваться тыквы, то конечно такой вариант возможен, то что тыква заморозится. Поэтому надо обращать внимание на вот эти вот ветра и вовремя, так сказать, включать отопление. Сейчас пока что мы бессильны, мы начали уровень, походу уже будем развиваться на поле, садить растения. Тыкву придется посадить между грибами, которые нам дают деньги. Кстати о растениях, они в принципе все те же. Это вентилятор, стелия, гриб и еще я взял этот цветок, который отталкивает, ну как это листья, какое-то как, по-моему это салат, который отталкивает зомби назад, в общем-то это растение нам поможет, особенно с мини-боссом. Неприятный противник и он нам даст какое-то время вот этот салат для того, чтобы как-то его одолеть. Не знаю как будут развиваться события на поле, но скажу честно, что растения у нас бюджетные и не сильно такие эффективные, которые могут бороться с серьезными противниками, к которым относится мини-босс. Можно конечно было не жалеть и что-то взять по серьезе, но посмотрим, как будут развиваться события в этом уровне. В следующей попытке мы наверное так и сделаем. И смотрите по баллам, какая у нас история происходит, остается меньше 2 минут, но наш оппонент значительно нас превосходит по баллам в 3 раза. И в общем-то времени с каждой секунды становится все меньше и меньше. То есть уже мы вряд ли наверное победим, но доведем этот уровень до логического конца. Я хочу посмотреть, как будет себя вести мини-босс. Возможно какие-то он нам сюрпризы покажет. Но так как это противник тот же самый, не думаю, что будут какие-то неожиданности, но уже доведем. Начали уровень, возможно мы еще что-то сможем сделать. И фактически у нас сейчас на поле, как вы видите, единственным ударным средством остается тыква. Их по несколько штук, в некоторых позициях я поставил еще, ну в общем-то, 3 штуки между рядами, чтобы отапливать грибы, которые нам дают деньги. Хотя вот на текущий момент деньги уже нам не нужны. Значит мини-босс кидает нам мелкого гоблина, и вот он сейчас поедает тыкву. Я вот чуть замешкался и не успел. Но сейчас мы этот момент поправим. С помощью как раз салата, вот то, что я люблю, отталкивает противника назад. То есть можно как-то исправить ситуацию. Либо вот этим вот салатом, либо же можно еще посадить чего-то такое молниеносное, как, я не знаю, кабачок, тот же лук, чтобы исправить мгновенность ситуации. Но в данном случае салат нам очень даже подошел ко двору и исправил эту неприятную ситуацию. И уже подходит уровень к концу. Наш оппонент значительно у нас произошел по баллам. Два раза мы на моей памяти впервые проиграли. Но, как говорится, все бывает в первый раз. У нас будет еще одна попытка. Я, конечно, ей воспользуюсь. Ну, попыток много, потому что у нас вот этих вот, как рукавов, которые нам будет возможность еще раз переиграть, достаточно много после взлома. Поэтому можно ни в чем себе не отказывать. И проходить эту миссию сколько душе угодно. Теперь по поводу вооружения, конечно, надо вносить какие-то коррективы. Иначе возможно повторение ситуации, когда мы проиграем вот так вот уровень. Хотя вроде давили этих зомби много, но вот как-то так получилось. То, что впервые даже я по баллам не припомню, чтобы нас так побеждали с таким отрывом. Вообще не побеждали. А еще и с таким отрывом в два раза мы набрали 150, а наш Визу Ви больше 300. То есть значительно. Так что надо будет сейчас что-то поменять в нашу тактику, потому что это нехорошо, никуда не годится. Мне сейчас что-то потянуло к фруктам. Решил воспользоваться таким вот вооружением, как клубника. Она стреляет по типу катапульты, и у нее такой как объемный взрыв, и в общем-то от зомби мало что остается. Но еще что примечательнее, когда вы используете плент, клубника посередине поля такая взрывается, как просто атомная бомба. И взрыв, соответственно, еще сильнее. Но у нее есть такой как грешок, минус. Вот эта ягода, она вырастает в объемах, то есть чтобы эффект от этого вооружения был, соответственно, такой же яркий, как сам цвет клубники, то надо какое-то время. Пока что клубника зеленая, потом она бледно-красная, вот как сейчас. А через какое-то время становится ярко-красная, что говорит о том, что вооружение полностью готово к использованию, но как сейчас. В принципе, может толкнуть зеленую ягоду, но эффект будет не тот. И поэтому надо дожидаться, когда ягода, так сказать, подойдет в кондицию. Ну и, наверное, надо садить побольше этих клубник в одной линии, для того, чтобы как-то эти ягоды не подстраховывали. Либо же разное вооружение. На самом деле я опять допустил ту же ошибку, то есть то, что я говорил, какие недостатки у тыквы, это надо в таком неавтоматическом режиме задействовать все пальцы рук, в данном случае это мышка, я играю из-под эмулятора, для того, чтобы пользоваться этим вооружением. То, что мне не нравится, но приходится делать. Вообще вооружение не совсем опять подобрано рационально, как-то я сильно поспешил. Если вы заметили, после прохождения первого раза вот этого вот уровня, можно было понаблюдать, какое вооружение взял наш оппонент в предыдущем раунде. Вот, кстати, по нему могу сказать, что, скорее всего, что это был, возможно, не бот. Потому что, ну, как-то все продумано, сделано так тщательным путем подобранного вооружения. И из этого списка следует то, что, ну, хорошо подошел человек, или же, возможно, робот, к уровню. Там был и дракон, там был и мент, какой-то из ментоловых растений, который выделяет огонь. То есть она как стимулирует огненное растение. Вот, например, там были, по-моему, драконы и огненный горох. В общем-то, это вооружение стимулирует к тому, чтобы эти растения как лучше себя проявляли на поле. И, в общем-то, там эффект как от плунта, по сути. Это и есть, можно сказать, плант. Вот, то есть серьезное вооружение, и у зомби не было там никаких шансов. Соответственно, было настроено, ой-ой-ой, сколько попало. У нас совсем другая картина. В общем-то, вооружение очень такое щадящее для зомби. Я, конечно, вот с клубникой очень сильно погорячился. Можно было бы и не брать вот эти вспомогательные растения, которые сейчас, по сути, ну, к чему, но согласитесь, если бы взять того же дракона, что там огненный горох, было бы все намного лучше. Не надо было бы отапливать вот эти грибы с помощью тыквы, нажимать. А горох и дракон делали всю эту работу самостоятельно и очень эффективно. Но вот так вот подошел к этому уровню. И, в принципе, мы пока справляемся по баллам. Все это красноречиво. Видно то, что мы, ну, можно так сказать, в два раза лидируем. Вот в этой попытке можно уже утверждать, что против нас играл именно бот. Потому что оружие невнятно, в принципе, как и у нас. Тоже очень блекло. И в следующих уровнях по типу Battles из серии Halloween, конечно, подойдем посерьезнее. Ну, а сейчас, в принципе, на этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.